Как выглядело чаепитие с самоваром на рубеже 19 и 20 веков, можно увидеть на выставке в Краеведческом музее. Уникальную экспозицию, более 60 антикварных самоваров и редкую утварь подарил коллекционер-любитель из Москвы. Вероника Иванова рассмотрела детали. Чай как напиток популярен в России стал в 17 веке, тогда же в обиходе появились и первые самовары. Сегодня в Краеведческом музее можно увидеть самовары и все, что нужно было для красивого и комфортного чаепития. Все эти экспонаты музей получил в подарок. Их надо было подарить кому-то. Я родился в Ленинск-Кузнецком, Тимирской области, я сибиряк. Детство мое прошло в Туле, Тула, как известно, родина самоваров. Поэтому совершенно очевидно, что это должен быть подарок от моей второй родины, моей первой родины. Я вообще из деревни. С такого самовара чай пила, сама заправляла самовар такой. Там труба, туда закладываются угли, потом был такой, как меха, раздувается и греется там, подкидываешь, чтобы закипел. На вкус чай откуда вкуснее? Ну, естественно. С этого самовара вкуснее чай. Это воспоминания из детства у бабушки. Бабушка, когда вышла на пенсию, ей подарили самовар. И мы за этим самоваром, то есть пекли целый таз пирогов, хвороста, уже давно это забытое. И за самоваром сидели, пили чай. И вот уже прошло 60 лет, у меня этот самовар стоит, он работает, и мы до сих пор им пользуемся. На выставке представлен и фарфор, вот этот чайный сервиз из Новгорода, начало 20 века. Также здесь есть и другие атрибуты чайной церемонии, красивые подстаканники из латуни, где-то из серебра. Конечно же, вот в таком буфете ручной работы должен был располагаться столь ценный набор посуды. Еще пять лет назад мы внутри музея придумали, что нам в городе очень хочется создать музей чая. И тут раз такое чудо случается, и нам дарят в два раза больше, чем мы собрали. Это хороший очень отбор. И этим чудом мы делимся с горожанами. А вообще-то мы не оставили идею создания отдельного музея, отдельной экспозиции. И это не скоро, это будет не завтра, может быть, это будет не на следующий год. Принцип нагревания жидкости использовали не только для приготовления чая, но и, например, взбитня. Вот такие самовары-збитники позволяли варить, например, взбитень на природе. Это медовый напиток с пряностями. Такой аналог напитка на вынос, если говорить современным языком. В конце 19 века, начале 20-го хозяйки украшали стол в том числе вот такими креативными масленками. Например, в форме голубки, барана, винограда и даже огурца. Сливочное масло в них подавали растопленным к чаю. Посмотреть на самовары в Краевическом музее можно до середины января. Вероника Иванова, Денис Савинский. Новосибирские новости. Вероника Иванова, Денис Савинский. Новосибирские новости. Продолжение следует...